Домостроительные кабинеты Когда большая часть всех конструкций, необходимые при возведении дома, производится в одном месте А еще в нашу страну пришло, например, такое понятие, как зеленые технологии И, к слову, именно в строительстве это значит не только сам подход к застройке, но и к дальнейшей эксплуатации зданий Здравствуйте, в эфире «Стройпроект» и я, Баужан Нурумов Сегодня мы проанализируем развитие строительных технологий в пору независимости страны 25 лет, казалось бы, небольшой срок, а эксперты твердят, самый продуктивный В эту четверть века технологии, особенно в строительной сфере, изменились так кардинально, что от каких-то материалов отказались вовсе А на новых еще даже строить не начали То же касается и технологии 25 лет становления и укрепления независимости нашей страны удивительным образом совпали с технологическими изменениями, которые происходят в области архитектуры и строительства Мы начинали с ватмана, карандаша, рапитографа и чертежной доски Дальше этот процесс переходил на кульман, переходил на первые компьютеры На изменение технологических возможностей компьютера с введением новых программ И сегодня проектирование, оно уже совершенно не то, что было 25 лет назад Это уже не просто чертежный инструмент, это инструмент технологического интеллектуального партнерства с архитектором В ассоциации застройщиков говорят, что в проектировании действительно изменилось все за срок существования независимого Казахстана А главное доказательство прогресса в строительной сфере страны – активная застройка отечественных городов небоскребами Для обеспечения прочности несущих каркасов зданий повышенной этажности, то, что мы имеем на сегодняшний день Для этого необходимо иметь материалы с особыми свойствами Вот те технологии, которые мы используем для производства материалов и для процесса строительства Они позволяют нам строить такие сооружения Возьмите, изомрудный квартал в Астане Более 40 этажей здания высотой более 150 метров То, что мы сейчас планируем, вот идет процесс строительства Абудаби-Плаза 88 этажей, 380 метров Телевизионная вышка имеет вот типовая, 180 метров высотой Сами строители, вспоминая, как все начиналось в далеких 90-х, говорят Им тогда и не снилось ни новенькое оборудование, ни техника, ни даже какие-либо креативные архитектурные решения В наследство вместе с независимостью политической и экономической в строительной сфере Остались только осколки Советского Союза в виде старой техники и неприспособленности производств В период развития республики, становления нашей республики Строительная отрасль была одна из локомотивов экономики Особенно в последние 20 лет активно строится Астана Но это, наверное, визитная карточка, как и у нашего государства Особенно, наверное, строителей Потому что темпы строительства, сроки строительства В основном всех удивляют Как в такие сроки, короткий был воздвинут такой большой город Это все руками строителей Я, например, помню еще первые наши объекты, которые мы строили Это были советская техника, советские оснастки То, что осталось после разделения или остатки Советского Союза То состояние строительной отрасли, с которым мы пришли в начало 90-х годов Поставило нас в условия, ну, практически отсутствия заводов сборного железобетона Домостроительных комбинатов Других предприятий, стройиндустрии И поэтому вот те технологии, которые применялись у нас в советское время широко Это использование сборного железобетона и, значит, комплексное такое домостроение Они были неприемлемы и неприменимы Поэтому началось новый этап в развитии строительной отрасли Это широкое применение монолитного железобетона Монолитный железобетон используется и по сей день Большинство зданий, как в нашей стране, так и в Европе построены По этому принципу И даже если концепция старая, механизмы и подходы все равно обновляются довольно часто И в этом смысле отечественные строители стараются не отставать Такие традиционные вещи, как монолитное строительство Которое 25 лет назад, 30 лет назад в Советском Союзе разрешалось Только по разрешению Совета Министров СССР Сегодня массовые И сегодняшний архитектор, который начинает работать Он даже не знает о том, что когда-то это было проблемным Появляются новые технологические возможности в новых материалах Появляются новые концептуальные идеи формирования самого архитектурного пространства Нынешних объектов Изменяются в том числе и финансовые возможности формирования города в целом И его структурных элементов Не стоят на месте и околостроительные технологии В частности, надзора за качеством построек Причем здесь тоже совершенству нет предела А все решения, вынесенные специалистами технадзора Не просто рекомендательные, а обязательные для исполнения Квалифицированные сотрудники и тщательный анализ хода строительства Залог качества любого строящегося здания Технический надзор – это первый помощник заказчика Который обеспечивает соблюдение всех требований, заложенных в проектно-сметной аргументации Это значит, что на всех стадиях не только идет контроль и вносятся замечания Какие-то отступления и несоответствия проектно-сметной документации Исполнитель подтверждает заказчику в конечном результате О выполненных в соответствии с проектом объемах строительных работ И одним из документов, который сегодня позволяет заказчику ввести объект в эксплуатацию Это заключение технического надзора На качество, как на самую лучшую технологию И главный актив, который можно и нужно развивать Ставят и в строительных компаниях Креативный подход к каждому проекту и тщательный подход к строительству В итоге становится главным трендом даже при строительстве самого обычного жилого дома Основным активом нашей компании является персонал И, соответственно, вокруг персонала мы выстраиваем всю свою стратегию, политику Как и обычно, как и в старых, наверное, этих было сказано Кадры решают все Соответственно, в данной ситуации все строительные компании, вся отрасль обладает техникой, оборудованием, оснасткой У всех равное положение Любой может приобрести кран, опаловку, оборудование, любой Но вот по персоналу немножко проблематично Кстати, что касается новых технологий То и они на казахстанском рынке давно не новинка Причем дело тут не только в жилых комплексах с экофрендли оконными рамами Или энергосберегающие лампы в подъезде Но и активное внедрение IT-решения для сложных задач в проектировании Что касается проектирования Это внедрение BIM-технологий, так называемых, информационных технологий Значит, эти технологии позволяют, ну так, упрощенно Если проектировщик хочет, допустим, передвинуть перегородку Или расширить комнату Или изменить высоту, или какие-то там другие Ну, такие объемно-планировочные, конструктивные решения Эта система позволяет ему сделать это одним нажатием на кнопку У него получается совсем другой объект И тут же ему эта система выдает спецификацию материалов Сколько нужно материалов на это Выдает стоимость этого технического решения А вместе с новыми технологиями приходит спрос на внутреннем рынке Который сейчас является драйвером экономики Строительство всегда зависело от экономических показателей в стране Имея при этом мультипликативный эффект на другие социально важные темы И тут, пожалуй, есть чем гордиться Объем строительных работ в 2015 году против уровня 1991 года Вырос на 44,5% По данным маркетинговых исследований На конец декабря прошлого года Строительством заняты около 13,5 тысяч отечественных компаний 229 из них имеют штатную численность больше 200 человек Какими бы ни были новые вияния строительстве Основным параметром для оценки любого работника и компании В этой сфере все равно остается долговечность, эстетика и клиентоориентированность А потому и в следующие 25 лет эти качества будут определять строительный рынок нашей страны Тем более, что современные казахстанские стройкомпании И регулирующие эту отрасль государственные органы Идут в ногу со временем, применяя новые технологии И внедряя мировые стандарты качества в строительстве С вами был Баужан Урумов и Стройпроект До встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok